Будет возникать, если все боевые заканчиваются досрочно. Интересно, что этот бой, который сейчас мы с вами будем смотреть, проходит здесь в Москве на арене Олимпийского, а разыгрывается титул чемпиона США. Вот так вот дожили мы уже и до таких времен. Сегодня в зале очень много наших известных боксеров. Здесь и Олег Маскаев, здесь и многие другие. Юрий Арбачаков и те, кто делали вообще первые шаги в российском профессиональном боксе. Мой земляк. Юрий Арбачаков, мой земляк, да. Да, ваш земляк, совершенно верно. Кемеровчанин. Да, это первые маяки профессионального бокса. Глядя на них, многие-многие, буквально только что я сейчас общался с Романом. Молодец, подошел и сказал гениальную фразу. Сказал, Дима, тебе необходимо со мной пообщаться, потому что я у тебя вижу кое-какие бреши. И вот этот Роман сказал, да. Спасибо. Вот видно, что человек, который искренне переживает. Он понимает, что такое бог, какой-то хлеб. Это учитывая, что мы друг друга знаем заочно, можно так сказать. По телефону только разговаривали пару раз. Александр Загорский великолепно сегодня работает в ринге. На последнем бою ринг-анонсером будет сам Майкл Баффер. Но я думаю, Александр Загорский уже мало чем выступает знаменитому американцу. Во всяком случае, гимн его исполнения прозвучал просто блестяще. Смотрится великолепно. И признал, и зрители любят его. Итак, последнее наставление. Напоминаю, 10-раундовый бой. На кону звание чемпиона Америки. Чемпиона Соединенных Штатов Америки. По все тому же, по все той же версии WBC. Ну, здесь и президент этой федерации, Хосе Сулейман. Он сидит вот здесь прямо с той стороны ринга от нас. Итак, бой начался. Давайте смотреть. Очень интересный поединок предстоит нам с вами увидеть. Вот чувствуется, что Джамиль Маклайн приехал не номер отбывать. Он действительно настроен. Я вспоминаю некоторые его бои, когда он так вот выпадил. Ух, вот видите, вот вам и то, о чем я говорил. Да, очень, очень плотно пробил в корпус. Молодец, грамотно себя ведет. Да, он здорово, здорово. Вот это никто не ожидал. Тяжелый Маклайн. Да. И посмотрите, бой без разведки начался. Маклайн пошел вперед. Ну, Магомед, как и все предыдущие бои, сразу пошел вперед, пытался сразу подавить соперника. Может, как раз это с Маклайнами не надо было делать. Не такой уж он простой боксер, да? Оно сейчас решается... Очень серьезную задачу решает сейчас Магомед, лично своего соперника. И именно сложившейся ситуации. Мне крайне интересно посмотреть, как он себя поведет. Дим, представляешь, что у него сейчас в голове, да? Первый раунд. И что он сейчас начинает борьбу с собой. Да, он сейчас думает, кто он и что он может. По крайней мере, не засуетился, что очень здорово. Да, да. Да, и не стал срагивать, да? Показывает судей, что ничего не было такого. Попал, попал Магомед. Продолжает. Да, так у Маклайн, посмотрите. Прехватил. Пренебрегает где-то защитой. Вы знаете, вот такого Маклайна в первом раунде, наверное, никто не ожидал увидеть. Я думаю, что немножко обескураженный сам Магомед. Да, конечно, конечно. Главное, чтобы не засуетился и не поспешил немножко. Потому что крайне опасен Маклайн. Суменов пока свежий. Да, вот эта физическая мощь его всегда отличает. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень быстро и вовремя бьет Маклайна. Он чувствует. Делает все необходимое против Леши. Да. Опыт. Решил перебить. Да. Просто физически. Просто физически пошел. И сейчас вот попытка была у удара под туловище. Надеемся, что не ошибается. Потому что соперник крайне опасен еще остается. Знаете, Маклайн визуально выглядит очень неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok Билайн, живи на яркой стороне. Новый освежающий Эклипс. И ты готов зайти на ее территорию. Эклипс лесные ягоды. Наберись свежести для близкого общения. Да, вот с комментаторской позиции мне сначала показалось, как будто верхнюю часть корпуса пропустил Магомед. Но в самом деле скользко пошло в подбородок. Ну вот сейчас Магомедов решил реваншироваться. Он сразу, прям с первых секунд второго раунда понесся вперед. Может быть, чересчур откровенно. Все-таки против такого опытного, как слайд-боксера. Не только опытного, но и достаточно хитрого. Да, да. И как здорово Маклайн действует против левши. Очень многие атаки начинаются вправо и заканчивают. Сильные, быстрые, неожиданные удары. Хорошо готов. Много раз уже бывал здесь у нас в России. Признается, что ему здесь очень нравится. Это чуть ли не 12-й или 13-й его визит к нам. Самое главное, что... Он здесь спарринговал, да. И, вы знаете, он понял, что здесь уровень бокса и вечеров, которые здесь устраивают, довольно высокий. Поэтому не хочет, конечно, вот здесь ударить грязь лицом. Слишком просто хочет. Слишком откровенно идет, да. Магомед просто хочет ударить и ударить. Не получается. Умудряется смягчать удары. Смотрите, отвечал сейчас по туловище. Очень опасно. Маклайн снова. Такое ощущение, что... Аккумулируется, конечно, пропущенные удары. Маклайн. Ну, вот так все-таки в своей короткой шее тоже успевает. Немножко так смягчить удар, да. Убирает чуть-чуть голову. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Я убеждаюсь, глядя на Магомеда, что это тот человек, который визуально одно, когда выходит с ним боксировать, совсем другое. Да, все, рефер, рефер. Закончил поединок. Второй раунд. Молодец. Я искренне рад за него. Да, потрясен, потрясен. Посмотрите, да. Он не понимает вообще, что происходит. Посмотрите. Он не может вообще сделать. Абсолютно потерянный вид. Это тяжелейший иногда он был. Молодец, молодец Магомед. Не может в себя прийти. Ну, а красному, ну, радость. Посмотрите, ведь какое неожиданное для него было начало. Первый нокдаун в жизни. Но он абсолютно не отошел от своей линии, да. И мы даже его немножко упрекали, что через Шуруш прямолинейно и через Шеревского идет вперед. Но есть чем бить, поэтому, видимо, это все оправдывается. И как же ценна эта победа. Посмотрите, какая реакция команды, какая реакция Магомеда. Действительно, тяжелое начало, неожиданное. Я не разобрал. Подскажите мне, удар был в корпус или в голову? Сейчас мы посмотрим замедленный повтор. Повтора еще не было. Не было, сейчас будет. У меня такое ощущение, что он передней рукой навстречу ударил Магомед. Мне так показалось. Очень интересный бой оказался. Самое главное, непредсказуемо. Что очень нравится всем болельщикам и поклонникам бокса. Маклайн, по-моему, до сих пор потрясен. Он не может отойти. Время остановки боя минуты 57 в секунду второго раунда. Лиджи Чарли, у нас есть время. Валвина на 15 секунды в раунде номер 2. Технический нокаут, простите, одержал победу. Итак, вы слышите, во втором раунде опять-таки не удалось ему провести хотя бы чуть-чуть длинный бой.